Сегодня мы поговорим о лидерстве следующего поколения. Очень важно уделять внимание следующему поколению. Внимание только к своему поколению — это проявление эгоизма. Бог сказал одному из царей, «Я накажу народ, но это будет не во время твоей жизни». «Я подожду, пока ты умрешь». Его ответ был очень эгоистичным. Прекрасно. Хорошо, что это будет не в мое время. Очень эгоистично. Мы должны хотеть оставить нашим детям этот мир в лучшем состоянии, чем мы его застали. Кто из вас желает этого для своих детей, скажите? Мы все этого хотим. Таким должно быть отношение любого родителя. Есть такое выражение — «Всего одно поколение отделяет нас от вымирания». Если мы не будем передавать Евангелие, то всего через одно поколение никто уже не будет передавать его. Нам нужно понять, что дьявол охотится за нашими детьми и за нашими семьями. Так всегда было. Враг есть. Дьявол всегда охотился за детьми. Он пытался добраться до Моисея, подговорив фараона убить всех младенцев. Чтобы избавиться от одного, он готов был убить всех. Я заметил, когда Бог пытается поднять кого-то великого в своем поколении, то всегда появляется дьявол и пытается уничтожить все еще до начала. Поэтому, родители, очень важно с ранних лет наставлять детей на правильный путь. Дьявол знает, если ребенок начнет катиться в правильном направлении, то его будет сложно остановиться. Но в случае с Моисеем его родители поступили правильно. Они услышали Господа и поступили правильно. Нам тоже нужно поступать правильно. Но это еще не конец. Сколько детей было уничтожено, когда враг убедил людей приносить своих детей в жертву идолам, в особенности молоху. Вы можете представить, как берете своего ребенка и бросаете его в огонь ради какого-то молоха? Но многие люди пошли на это. Знаете, о чем мне это говорит? Мы, родители, должны быть внимательны, чтобы не обмануться. Мы так никогда не сделаем. Да, но мы постоянно видим, как родители посвящают своих детей тому, что они поставили выше Бога. Это разрушает жизнь детей. Поэтому нам нужно быть осторожными, чтобы не повторить эту ошибку. Враг очень хитер. У него есть ловушки и капканы. Когда враг охотился за Иисусом, он заставил правительство принять указ об убийстве детей до двух лет. Вы только подумайте, сколько детей погибло. Такова цель врага. Он хочет уничтожить целое поколение, уничтожить наших детей, которые должны создавать ему проблемы, опустошать ад и заселять небеса. Поэтому нам важно знать об этом. В нашем поколении враг охотится за нашими детьми, проникая в школы и дома. Давайте признаем это. Он делает это через заборты. Вы понимаете, что с 1973 года, когда этот указ был принят, были убиты 54 миллиона детей. Не 54 тысячи, а 54 миллиона человек были убиты из-за лжи врага. Почему? Потому что он охотится за нашим поколением. Он хочет уничтожить всех детей. А если он доберется до них в утробе, то они даже не начнут свой путь в жизни. Враг обманул нашу страну. 67% населения нашей страны проголосовали за аборты, не осознавая, какой вред это нанесет женщинам, семьям, и что это в первую очередь масштабное убийство детей, которые могли появиться на этот свет и вернуть нашу землю Богу. А еще секуляризм в наших школах, в школах учат либерализм. 90% детей христиан, которые идут в светский колледж, отходят от своей веры. 90% уходят от веры. И это очень серьезно. И эта система становится все хуже и хуже. Христиане пытаются что-то изменить. Появляются учителя-христиане. У нас в церкви есть директор школы. Это Божий человек. Нам приходится сражаться с духом, который проник в школы и пытается превратить их в то, что прославляет врага, а не Бога. Это сражение, которое ведется каждый день. Нам нужно знать об этом и что-то с этим делать. А вы знали, что изначально школьная система появилась для того, чтобы дети могли изучать Слово Божие, читать и изучать его, чтобы не быть обманутыми в жизни. А сейчас говорят, что Слово Божие — это плохо. Ему не место в школе. И детей учат выбирать путь этого мира, а не Божий путь. Нам нужно это понять. И нам нужно продолжать сражаться. Мы не можем просто сдаться. Ну, аборты узаконили. Что тут поделаешь? Мы же так не говорим? Не так ли? Мы продолжаем сражаться. В школу пришла мирская система. Что тут поделать? Ну, пришла и пришла. Нет. Мы продолжаем сражаться. Аминь. Мы продолжаем и будем продолжать сражаться. Еще враг принес новое определение брака. Мы говорили о секуляризме в школе. Дошло до того, что дети даже не знают, какого они пола. Когда появляется ребенок, доктора говорят, мы не уверены в том, что это мальчик или девочка. Мы не уверены. А дети в школах думают, а в какой туалет мне следует ходить? Неужели мы зашли так далеко? Да. А почему? Потому что враг обвил с собой всю нашу культуру. Как большой удав он обвивает наше поколение и все, что мы ценим. Сейчас мужчина может заключить брак с мужчиной, а женщина — с женщиной. Мы это поддерживаем. То есть наше правительство поддерживает это. Разве не так? Сегодня даже многие церкви это поддерживают. И почему? А потому что враг обманывает людей. Блуд стал приемлемым. Бога убрали со всех скверов и площадей. Расцвет гомосексуализма в нашей стране напрямую связан с удалением Бога из нашей страны. Помните, в послании к римлянам, в первой главе сказано, «Когда вы отвергаете Бога, то Бог отдает вас извращенному уму. И вот тогда мужчины желают мужчин, а женщины — женщин». Когда ваши дети видят все это, вам нужно говорить им правду, что это произошло из-за того, что люди отвергли Бога. Поэтому Бог убрал свое покрытие, и люди стали извращенными. Поэтому важно понимать, что Бог должен быть в сердце. Тогда таких желаний не будет. А если вы начнете их испытывать, то сможете их прогнать, потому что будете знать, что они не от Бога. Вот с чем нам нужно разобраться. Вот с чем мы сражаемся. О таком никогда не говорили в церкви, но это следует делать. Об этом также следует говорить дома. Мы призваны сражаться за наших детей. Если бы грабитель ворвался в ваш дом, то вы бы что, просто сидели? Если бы грабитель ворвался к вам и начал избивать одного из ваших детей, и вы знаете, если бы он продолжил бить его, то мог бы убить вашего ребенка, то вы что, просто сидели бы и говорили, «Хм, мне так комфортно в этом кресле. Не знаю, хочу ли я вообще вмешиваться в это? Может, мне лучше пойти в другую комнату? Может, ребенок и сам справится?» Нет, вы бы так не поступили. Как родитель. А вы бы встали еще раньше, чем грабитель успел добраться до ребенка. У него начались бы серьезные неприятности. Если бы он зацепил Синди, то ему конец. Нам нужно сражаться за наших детей, чтобы они следовали за Богом. Все зависит от взаимоотношений. А вот что вам нужно знать. Мы будем говорить об этом и на следующих неделях. Вы должны понимать, что ваши дети будут видеть то, что вы не хотите, чтобы они видели, и вы никак не можете этому помешать. Но вы можете рассказать им о том, что это неправильно. Иными словами, им придется делать выбор. Где бы они ни были, им придется делать выбор. Кстати, порнография. Это одна из самых больших проблем нашего времени. 70% мужчин увлекаются порнографией. 60% пастыров увлекаются порнографией. 50% женщин увлекаются порнографией. Среди женщин это увлечение развивается быстрее, и через несколько лет они обойдут мужчин. Все это происходит, поэтому нам нужно воспитывать детей так, чтобы они были подготовленными. Они все равно это увидят. Они столкнутся с этим искушением. Но нам нужно воспитать их так, чтобы когда они столкнутся с этим, их сердце сказало им, «Отвернись, беги, закрой это и просто выключи». В 77-м псалме, мне очень нравится это место, сказано так. «Он оставил свидетельство Иакову, дал закон в Израиле, который повелел нашим отцам передавать своим детям». Можно сказать так. «Он оставил свидетельство в Иисусе, дал нам Слово Божие, которое повелел нашим отцам, нам как родителям, пасторам, лидерам, передавать своим детям, чтобы знало грядущее поколение». Но знало что? «Знало кого?» «Бога». «Не о нем», просто информативно. «А его лично». «Чтобы знало грядущее поколение, и не только они, дети, которые еще не родились, и чтобы они в свое время передали его своим детям. И тогда они будут возлагать свою надежду на Бога». Итак, псалмопевец говорит, что мы должны использовать Слово Божие как руководство и передавать его нашим детям настолько старательно и усердно, чтобы оно запечатлелось в них до такой степени, что когда появятся их дети, они твердо решат стоять на Слове Божием, следовать за Иисусом и учить этому своих детей. «Когда я буду лежать в гробу, и вы опустите мое тело в землю, я знаю, что мои дети будут учить своих детей Божиим путям и тому, что нужно доверять нашему Богу, возлагать свою надежду на Бога». А далее говорится, «Они не станут забывать его дел, не забывайте Божие дела». Мы живем в неграмотном обществе и неграмотной церкви. Люди не знают библейских историй, а некоторые из этих историй они считают просто сказками, в то время как Библия — это истина. Нам нужно знать Слово и учить Ему. Нам нужно рассказывать детям о Моисее, который всю ночь держал оверху свой посох, пока дул восточный ветер, воды моря разделились, и израильтяне прошли по морю, как по суше, а когда враги погнались за ними, воды сомкнулись и уничтожили их напрочь. Дети должны знать об этом. Мы должны рассказывать им, что во время битвы Иисус Новин помолился, и Бог задержал солнце. Когда они слышат в школе, в обществе, в мире, что никто не может выжить с три дня внутри рыбы, они должны знать, что так говорят те, кто не верит в сверхъестественное. А мы служим сверхъестественному Богу. Если Бог поместил вас в рыбу, то вы сможете там выжить. А что тогда говорить о воскресении Иисуса из мертвых? Рассказывайте им о том, что Бог сделал в вашей жизни. Нам нужно рассказывать им об этом. Но будут хранить Его повеление. Они не уподобятся своим отцам, поколению упрямому и мятежному, чьи сердца не были верны Богу, чей дух не был предан Ему. Для того, чтобы наши дети были верны Богу, нам, родителям и лидерам, нужно что-то сделать для этого. Нам нужно учиться. Нам нужно показывать пример. В притчах 22 главе сказано «Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него». Здесь не сказано, что вначале он сойдет с этого пути, а в старости вернется на него. Здесь сказано «Наставляя ребенка с детства, если ты будешь усердно заниматься с ним, и когда Слово Божие станет инструкцией для него, то когда он уйдет из твоего дома и пойдет в колледж, заведет семью, найдет работу, он не уйдет от Бога, потому что он научился доверять Богу. Он знает дела Божии и знает, что Бог действовал не только в прошлом, но и сегодня и всегда. Нам нужно учить их. Там не сказано «Просто приведите их в церковь». Там сказано «Наставь или научи». Во Второзаконии 6 главе сказано то, что настолько применимо к нам с вами. Вот как родители должны вести себя со своими детьми. Сказано «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный, единый Господь, и вся церковь должна сказать на это «Аминь», потому что мне это очень нравится. Слушай, Израиль, слушайте, христиане, Господь наш Бог, единый Господь, и все сказали на это «Аминь». Но уже я проповедую громче, чем вы хлопаете. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими. А кто хочет любить Бога всем, что у Него есть? Мы призваны любить Бога всем, что у нас есть. «Эти повеления, которые я даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце». Но что он говорит дальше? «Учи! Если любите Меня, учите их». Звучит знакомо? Иисус спросил у Петра, «Ты Меня любишь?» «Да, ты знаешь, что Я люблю тебя. Вот тогда учи, овец Моих». Петр, ты любишь Меня? «Да, ты знаешь, что Я люблю тебя. Тогда учи Мою молодежь». Он смотрит на нас и спрашивает, «Вы любите Меня? Вы верите, что Я единственный Бог?» Каждый из нас на этом месте верит, что Он единственный истинный Бог. И тогда мы должны любить Бога всем нашим сердцем. Тогда вот что вы должны делать. Усердно учить этому своих детей. Внушай их своим детям. Говори о них, когда сидишь дома. Если мы говорим о Боге только в церкви, то мы оказываем плохую услугу нашим детям. Говорим ли мы о Боге у себя дома? Нам нужно говорить о Нем повсюду. И когда идешь по дороге, когда ложишься и когда встаешь, навяжи их как символы на руки и обвяжи ими лоб, то есть держи их перед собой. Напиши их на дверных косяках и на воротах своего дома. Он говорит, «Вы не понимаете, там, где мир и враг, который пытается уничтожить ваших детей и сделать их неверными Богу, там вы должны сражаться, там вам нужно стоять в проломе. Неужели Бог будет искать среди нас человека, который мог бы стать в проломе, но не найдет родителей, которые стоят в проломе за своих детей? Нам нужно встать между миром и нашими детьми и направлять их к Богу. Как мы можем достичь этого? Во-первых, все начинается с дома. Все начинается дома. Многие люди говорят, «Я каждую неделю вожу детей в церковь». Этого недостаточно. Все начинается с дома. Если вы не начнете дома, если вы будете водить их в церковь, но ничего не делать дома, то это лишь отвернет их от Бога. Но уже... Прославьте Бога. А лучший урок для них — это любовь между мужчиной и женщиной. Это любовь между Христом и церковью. Если вы хотите найти хороший урок для ваших детей, тогда они должны смотреть на папу с мамой и видеть, как они любят друг друга. Знаете, что рассказывает им о Боге? То, как вы общаетесь друг с другом, как вы проявляете чувства, как вы посвящены друг другу. Знаете, что рассказывает им о Боге? Когда вы попадаете в сложную ситуацию, но при этом держитесь друг друга. Лучший урок, который ваши дети могут получить о Боге, — это ваши отношения к жене или мужу. Все начинается с дома, а потом уже поддерживается церковью. Церковь не должна заменить вашим детям родителей. У них уже есть родители. Это вы. Мы здесь для того, чтобы поддерживать и продвигать истину, быть с помощниками, помогать вам и им. А затем все это поощряется образованием. Как я уже говорил, многое в образовании извращено. Поэтому должны подняться христианские школы. Раньше все школы были христианскими, но враг их перехватил. Поэтому христианские школы должны подняться. Кстати, человек, который больше всего времени проводит с вашим ребенком, если ваш ребенок не учится дома, это ваш учитель. Вы это осознаете? Человек, который имеет самое большое влияние на вашего ребенка, это учитель вашего ребенка. Поэтому я бы сделал все, что в моих силах, чтобы убедиться, что этот учитель несет в себе Слово Божие. Затем это поддерживается обществом. Тут тоже все плохо. Площади и скверы перестали быть местом для Бога. Принимаются безбожные законы, но мы сражаемся. Мы не просто лежим и бездействуем, мы сражаемся. Мы поднимаемся и что-то предпринимаем. Потому что любим наших детей и любим Бога. Как церковь мы должны делать свою часть через детское служение. Служение для студентов и нашу школу, чтобы помочь следующему поколению. Аминь. Сейчас говорят, что Слово Божие — это плохо, и Ему не место в школе. И детей учат выбирать путь этого мира. Нам нужно это понять, и нам нужно продолжать сражаться. Мы не можем просто сдаться. Ну, подумаешь, аборты, подумаешь, легализовали наркотики, однополые браки. Что мы там можем проделать? Нет. Мы продолжаем сражаться, потому что мы хотим лучшего будущего для наших детей. Поэтому сейчас я хотел бы пригласить лидеров следующего поколения. Первыми будут Марк и Кейли. Они занимаются детьми от двух до пяти лет. Давайте покажем, как мы любим наше детское служение. Ну же, кто-нибудь! Следующими выйдут Марк и Кристи Террио. Они занимаются детьми с первого по пятый класс. Поприветствуйте их. А сейчас поприветствуйте Кевина и Джерри, которые занимаются нашим студенческим служением. Выходите, ребята. А сейчас поприветствуйте директора нашей школы и просто прекрасную женщину, а также ее мужа Дэйна и Аарон. Поаплодируйте им. Возможно, некоторые из вас думают, а что же там делает Аарон? Расскажу вам кое-что о служении. В служении призвана вся семья. Призваны не только вы, а все в вашей семье. Это то же самое, если бы я пытался быть пастором без Синди. Мне было бы очень сложно. Поэтому Дэйна, быть директором школы без Аарона, было бы очень сложно. Вы призваны. Он ваше покрытие, ваша поддержка. Он будет молиться за всех родителей и детей. Он будет на вашей стороне. Он будет поддерживать вас в трудные моменты. Я очень ценю вас, Аарон. Вы настоящий мужчина. А также я хочу пригласить Майка и Джейми. Джейми отсутствует, но Майк здесь. Майк, выходи сюда. Майк и Джейми занимаются теми, кому за 20. Я хочу кое-что сказать. Я хочу покаяться. Кто из вас слышал это выражение, ох уж это молодежь? Я имею в виду в негативном смысле. Если вы слышали это, то поднимите руку. Вы только подумайте. Но о каждом поколении мир и СМИ говорили так в свое время. Рожденные в 50-х, такие ленивые. Поколение Икс или поколение 70-х, в них ничего хорошего. А поколение 80-х и 90-х вообще просто ужас. Вы понимаете, что так мы проклинаем поколение? Поэтому давайте примем решение не говорить о молодежи негативно. Давайте говорить так. Из этой молодежи выйдет что-то невероятное. Они изменят наш мир. Из них поднимутся новые сильные лидеры, которые будут служить Богу. Я устал от того, что мы проклинаем новое поколение. Мы больше не будем этого делать. Мы будем не проклинать их, а поддерживать. А теперь, Марк, я хочу, чтобы вы обратились к церкви и рассказали, что вы делаете с этой возрастной группой. Это детишки, которым, как я уже говорил, от 2 до 5 лет. Давайте, Марк, начинайте. Мы с женой занимаемся детьми от 2 до 5 лет. Наша главная цель — завоевать сердца этих детей для неизменного Бога в постоянном меняющемся мире. Что это значит? Когда вы, родители, бабушки и дедушки, приходите в этот зал, и вас здесь кормят и учат, но ваши дети не просто сидят как овощи. Их тоже питают и учат. Они учатся славить. Мы учим этих малышей, как любить Бога и поклоняться Ему. Уже с этого возраста мы учим их давать десятину. Они учатся тому, что плоды их труда идут на продвижение Царства Божьего. Мы не только заучиваем стихи, но и учимся читать Библию и использовать это слово в повседневной жизни. И самое, пожалуй, важное — эти дети также многому учат нас. Они учат нас безусловной любви, тому, как иметь неутолимую жажду к библейским знаниям. Я думаю, вы понимаете, что дети двух и трех лет не фильтруют свою речь. И когда они что-то говорят, вы понимаете, что это правда. И если вы приходите неподготовленным, то они сразу же поставят вас на место. Эти дети такие же ценные для нас, как и для вас. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!